Привет, друзья! Это Вадим и канал Австралии по-житейски. В этом видео 10 традиционных русских блюд, которые совершенно чужды иностранцам. Итак, российские блины с икрой. Нет, блины иностранцы, конечно, любят. Называются они тут пэнкейкс и часто их заказывают со сливками, с мороженым или даже с вареньем. Но к икре относятся с большущим подозрением и в основном ее не едят. И абсолютно бесполезно иностранцам доказывать о пользе икры, особенно черной. Если вам нужны витамины, то, пожалуйста, идите в ближайшую аптеку за углом, купите себе баночку витаминов в капсулах, так будет проще и дешевле. Салат оливье. В принципе, похож на наш майонезный картофельный салат, между прочим, где картошка в своей шкуре, неочищенная. Но зачем туда строгать еще дополнительно какие-то овощи и класть какую-то докторскую, лучше не переводить, колбасу? И зачем это блюдо подавать на каждые праздники? Возможно, это какая-то русская традиция, иностранцам этого не понять. Кисель. Что это? Суп? А почему тогда он сладкий? Потому что из вареного сока с крахмалом? А зачем варить сок, ведь он полезнее от этого не станет? Подается холодным. Ну, наверное, русские делают так фруктовое желе. Окрошка. Складывается впечатление, что все это остатки из чего-то недорезанного, недоеденного или даже наоборот перееденного. Сочетание редиска, лука, сметаны и кваса. Вообще, очень странное на вид блюдо такое ощущение, что оно не первой свежести. И, кстати, что такое квас? Квас. В представлении иностранцев, это странная ядерная ржано-медовая ягодная смесь, которая продается в самых затрипанных банках или бутылках. Кола по-русски? Отнюдь. За большое употребление колы вы не будете считаться пьяным на дороге. Соление. В чем прикол солить и мариновать все подряд? Помидору, капусту, огурцы, грибы. Наверное, опять какое-то магическое сосчитание для употребления с водкой. И вообще, зачем все это солить, когда это все можно купить в свежем виде, окропить уксусом, посолить и съесть? Опять непонятно. Солянка. Не до суп и пересалат. Зачем смешивать два этих блюда? Многих отпугивает обилие растопленного жира на поверхности. Особую гордость вызывает сборная солянка. Всего по чуть-чуть. И в чем прикол, если ложка в нем стоит? Селедка под шубой. Вообще, селедку австралийцы и американцы не очень-то любят, в отличие от скандинавских стран. Но в сочетании со свеклой и с таким количеством майонеза, это уже перебор. И не пытайтесь иностранцам объяснить, что такое шуба и что под ней делает селедка. Холодец. Это вообще русский хардкор. Нет, что такое желе, иностранцы знают. Желе это всегда разноцветное и сладкое, иногда даже с кусочками фруктов. Лакомство для детей. Но чтобы желе вываривали из костей, да еще и с мозгами, с кусочками мяса, это уже похоже на каннибализм. И не пытайтесь и переубедить или что-то объяснить иностранцам. Вас отправят к психиатру. И, наконец, номер один. Сало. Еще одна русско-украинская непонятка. В чем прикол наслаждаться сырым, холодным, свиным жиром, да еще закусывать его луком? Тут действительно без добротной порции водки или чего-то покрепче ничего не понять. Действительно загадочная русская душа. Спасибо, ребят, за просмотр. И не относитесь к этому видео слишком серьезно, потому что мы порой не понимаем национальной кухни других стран. И это не только лягушачьи лапки. Это также китайская водка, настойная на мышах, и азиатские мозги обезьяны, а также бычьи, сами знаете чего. В общем, короче, пишите ваши комментарии. Если видео вам понравилось, то палец вверх и растаскивайте на своей страничке в соцсетях. И под конец небольшая вставочка от двух замечательных кафе, которые мы посетили, когда были в Швейцарии в Цюрихе. Это кафе знаменитый Адеон, где заседал Ремарк, а также Ленин, и знаменитый ресторан, который называется The House Keller. Это бывшая оружейная палата, где сохранился арбалет короля Вильгельма. Итак, приятного просмотра и до встречи в следующих видео. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok